Сделать все, чтобы наши дети были здоровыми, это одна из основных задач нацпроекта здравоохранения. Специалисты компании РИА-центр более 8 лет успешно лечат детей с ДЦП, аутизмом и другими серьезными заболеваниями. В одном из пансионатов медцентра побывала наша съемочная группа. Репортаж Юрия Соколова. Данил Деменок в РИА-центре проходит уже пятый курс лечения. У него серьезный диагноз детский церебральный паралич. Сегодня это активный ребенок, который стремится к общению со сверстниками. Однако несколько лет назад все было совсем по-другому. Когда ребенку был год, он сидел, смотрел в одну точку, посадишь, сидит, положишь, лежит. И ничего ему было неинтересно. Когда мы закончили первый курс, изменения увидела только я. Больше никто не увидел. После третьего курса уже папа наш сказал, что он наконец-то увидел, что у него в доме маленький ребенок. После четвертого курса лечения Данила начал говорить полными осмысленными предложениями. В пансионате есть центр ипотерапии. Дети выполняют различные упражнения прямо на лошадях. Многие в сопровождении инструкторов занимаются верховой ездой. Есть в центре шиншиллы и кролики. Такие контакты с животными кроме положительных эмоций приносят ощутимые результаты. Но в основе всего уникальный метод лечения – микротоковая рефлексотерапия. Когда доктор микротоками воздействует на зоны, которые отвечают за дикцию, словарный запас, понимание речи, то у ребенка ускоряется психоречивое развитие. Если это ребенок с расстройствами аутистического спектра, им обязательно также микротоковая рефлексотерапия пролечивают. Лобные доли головного мозга. Ребенок начинает понимать, что происходит вокруг. Он начинает усваивать информацию. Здесь комплексная реабилитация. То есть они получают не только микротоковую рефлексотерапию, это занятия с нейропсихологом, это бак-терапия, это логопедические занятия, это логопедический массаж. Во многом добиться быстрых результатов помогает вот этот прибор – МЭКС. Он разработан тольядинскими учеными. Для восстановления нормальной работы головного мозга используются сверхмалые электрические импульсы. По силе они равны сигналам нервной системы. Прибор МЭКС является прибором, который обеспечивает лечение широкого круга заболеваний. В данном случае это заболевания, связанные с детской неврологией, последствия родовой травмы, задержки речевого, умственного развития, нарушения речи, аутизма, аллалия. И он позволяет обилитировать и реабилитировать, то есть восстанавливать детей, у которых есть проблемы в этой области. К методу тольядинских ученых все больше интерес проявляют страны ближнего и дальнего зарубежья. Казахстан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, страны Латинской Америки. Мы посетили уже Испанию. И мы поняли ситуацию, скажем, как, в каком направлении продвигаться в испаноязыком мир. И результаты тоже не заставили себя ждать. Этим изобретением заинтересовалось посольство Эквадора. Но прежде всего разработчики нового оборудования планируют организовать как можно больше подобных центров в других регионах нашей страны. Наталья Балагурова с сыном приехала в Самарскую область из Тюмени. Говорит, что уже после первого курса лечения ребенка стало не узнать. Уже на первой неделе у него появилась фразовая речь. То есть он мог сказать, мама, если до этого он говорил на бытовом уровне, дай, пить, открой. То на первой неделе он начал говорить, мама, пойдем гулять на детскую площадку. Чтобы получить максимальный результат, нужно успеть пролечить ребенка до 4 лет. До этого возраста нервная система малыша наиболее восприимчива к воздействию и гораздо быстрее восстанавливается. Юрий Сколов, Евгений Черемин. Новости Тольятти.